Открыв впервые программу, мы увидим где-то вот такую вот картину. На передний план выходит окно приветствия с предложением просмотреть уроки в интернете. Мы этого делать не будем, мы просто закроем. И дальше начнем разбираться с программой. Первое, что хотелось бы сказать, что сам интерфейс программы довольно-таки очень дружелюбен. Он мало чем отличается от других стандартных программ. И состоит из чего? Первое, это главное меню. Такое меню присутствует в любой программе, где сгруппированы инструменты в свитке. Далее идет панель инструментов. Вернее, одна из панелей инструментов. В ней собраны наиболее часто используемые инструменты. Все остальные панельки можно найти, нажав на вот эти полоски правой кнопкой мыши. И выпадает у нас список этих панелек. Дальше идет у нас панелька. Это, можно сказать, новое введение с 2010 года. Здесь собраны инструменты для редактирования и моделирования на уровне подобъектов. Но так как у нас быстрый старт, мы не будем заморачиваться с этим. И просто щелкнув на этой пиктограммке, мы просто уберем ее. И у нас будет больше места. Дальше это командная панель. Это самая рабочая панель. Здесь будет происходить все. Создание, моделирование и так далее. Но не считая выносных панелек, все остальное происходит именно в этой панели. Следующие идут у нас окна проекций. Где визуально мы можем наблюдать за всем ходом работы. И еще плюс интерактивно при помощи мышки можно создавать и редактировать. В самом низу, ну и она это не панель, ее называют больше строкой состояния. Здесь собрано очень много всего. И нам нужно разобраться, что нам нужно, что нет. Вот первая это шкала анимации, временная шкала. Она нам в принципе не понадобится. А поэтому можно зайти вот здесь вот в вкладочку Customize и найти, снять галочку, показывать трекбар. И у нас уходит ползунок остается, шкала времени уходит. Ну здесь что? Здесь со скриптами связано. А вот эти три окошечка нам понадобятся. Координатное значение. Дальше что еще нам понадобится? Вот это шаг сетки. Дальше здесь идут у нас создание ключей, управление анимацией. И в уголочке здесь маленькая панелька с инструментами. Это инструменты управления в окнах проекций. Это нам понадобится. Вот такой беглый осмотр интерфейса. И дальше пойдем по порядку более детально. Разберем главное меню. Первый пункт это файл, который находится под логотипом. А здесь нам понадобится вкладочка Neft. Создать новый и назвать его. Перезапуск. Открыть. Сохранить. Сохранить как? И вот импорт. Из импорта нам понадобится вот одна вкладочка Merge, при помощи которой можно будет в нашу сцену ввести объекты из других сцен. И наверное пока все. Так, Edit правка. Ну здесь вперед-назад. Есть стрелочки. Это нам не понадобится. Хранилище. Дилет проще пользоваться клавиатурой. Клоны есть и другие способы тоже. А вот три команды. Это переместить, вращать и масштабировать. Ну для этого есть на панели инструментов. Далее идет у нас Tools. Инструменты. А вот здесь вот есть интересные моменты. Вот Miller зеркало. Iray массив. И Iling выравнивать. То есть вот эти вот три инструмента. Ну кроме вот массива они есть здесь вот в панели инструментов. Это зеркально отображает. Это выравнивает один предмет по отношению к другому. А массив. Ну массив нужно смотреть на практике. Также здесь есть вот еще интересный такой лист. Кладочка. При помощи него можно управлять светильниками во всей сцене. Когда сцена большая, а светильников много. Вот здесь будут отображаться все светильники. И с ними можно работать. Так, далее группа идет. Тоже интересная вкладочка. Можно сгруппировать объекты. Можно разгруппировать объекты. Можно открыть группу. И прибавить, удалить из группы. И можно закрыть группу. Ну это на практике нужно смотреть. Так, вид. Ну здесь единственное наверное вот. Viewport. Viewport. При помощи этой команды можно ввести в окно 3D Max. Какое-то растровое изображение. Create. Создать. И modify. Изменить. Это вот две основных вкладочки. Которые рабочие. При помощи Create создаем. При помощи Modify изменяем. Далее идет анимация. Это все анимация. Свиток render. Рендер. Вот здесь вот сразу же первые три вкладочки нам пригодятся. Это рендер визуализация. Это настройка рендера. А это вызывается окно визуализации. А эти же иконки находятся здесь вот. И потом вот еще здесь у нас есть окружающая среда. Environment. Тоже пригодится. Очень часто используемая вкладочка. Так. Customize. Это все здесь идут настройки интерфейса. и полностью всей программы. Здесь работа со скриптами. И тут справка Help. Вот это главное меню. Панель инструментов. Разберемся по порядку. Что нам пригодится. Что не очень. Первые три элемента. Это относится к анимации связи. Вот это окошечко группы выделения. Но можно назвать это фильтрами. Выделение пригодится. Далее идут две иконки. Это выделение. Выделение при помощи мышки. И выделение по названию из списка. Это методы выделения. Здесь выделение перемещения. Вращение. Масштабирование. Тоже все это нужный элемент. Очень часто используемые. Дальше у нас идет система координат. Разные. Здесь опорные точки. Тоже нужный элемент. Эти два пропустим. Далее идут у нас привязки. И вот эти два элемента нам понадобятся. Просто привязка и угловая привязка. Так. Это мы пропускаем. Здесь вот идет зеркало. Зеркальное отображение. Нужный. Элемент. Выравнивание. Тоже самое. Здесь менеджер слоев. Тоже нужная вещь. Эти три иконки нам не понадобятся. Тем более мы одну из них отключили. Дальше идет редактор материалов. Необходимая вещь. И три иконки. Это связанные с визуализацией, с рендерингом. О них мы уже вспоминали. Вот это вот панель инструментов. Командная панель. Про которую было сказано, что это самая ходовая панель. На самом деле это так. Создав новую сцену, вы неизбежно придете именно к этой команде. Создать. В противном случае сцена пустая. Нажав эту клавишу создать, вы получаете еще одну строчку. Элементов, при помощи которых можно создать геометрическую форму, объемную. Плоскую форму. Шейпс. Светильники создать. Камеры создать. Дальше здесь идут вспомогательные элементы, которые мы не будем вспоминать. Вот геометрическая форма. Ниже выпадает список еще вариантов, каких геометрических форм можно создать. В этом списке нам по всей вероятности понадобятся только первые стандартные и составные объекты. Дальше здесь для интерьеров понадобятся, может, двери, Windows, окна, лестницы. Хотя те же самые окна, они варианты не как бы очень далеки от наших окон. Это варианты какие-то европейские, американские. Ну, в процессе работы мы посмотрим. Создать плоские геометрические формы. Так, плоские. Так, здесь открывается NORPS. Ну, это совершенно другая система. И нам она не понадобится. Нам только сплайны нужны. И здесь готовые сплайны плюс свободная форма. Создать светильники. Открываем. Ну, у меня здесь загружен еще визуализатор V-Ray. И кроме фотометрических стандартных, есть еще V-Ray светильники. А если у вас не загружен V-Ray, то будет всего два фотометрические и стандартные. Вот, допустим, стандартные и конкретно какие светильники. Камеры. Ну, камеры всего два вида. Это направленная и свободная камера. Вот это все, что касается создать. Остальные просто мы не будем смотреть. Нажав Modify изменить, мы, естественно, ничего не увидим. Потому что для того, чтобы что-то изменить, нужно что-то иметь. Окна проекции. По умолчанию у нас загружается четыре окна. Но можно сделать разные варианты. Для этого можно... Для этого нужно зайти нам в раздел конфигурации. Это можно сделать или здесь, или же из вкладки вид. И найти вот Late раздел. Как раз он у нас открылся. И здесь нам представлены варианты загрузки окон. От одного до четырех. Разные варианты. Ну, скажу сразу, что чаще всего применяется... Работают в одном окне или в четырех. Эти варианты, они просто, как бы... Ну, может быть, кому-то и нравятся. А далее, что нам нужно разобраться вообще с окнами. А что это такое и зачем они нужны. Для этого вспомним школьный курс черчения. Все вы проходили его. Даже те, кто, наверное, не очень хорошо. Все равно представляют, что в черчении существует несколько видов. То есть, это главный вид. Вид сбоку, вид сверху и так далее. То есть, сколько сторон у нашего куба, столько видов. 3DMAX устроен тоже по этому же принципу. Здесь существует шесть видов. И плюс два вида. Это перспектива и пользовательский вид. Но для удобства создадим несколько предметов. Чтобы нам более наглядно было видно, допустим, такие стандартные. Вот цилиндр. Тиндер и, наверное, стандартную сферу сделаем. Так, поднимем ее, чтобы она у нас не под столом стояла. Вот такой у нас предметик. То есть, вот в данном случае по умолчанию загружается. У нас фронтальный главный вид. Вид сверху, допустим. Компактнее сделаем. Вид слева. И перспективный вид. То есть, в 3DMAX каждое окно, оно по-своему уникально. И в нем можно вызвать любой вид. Хоть перспективу, хоть любой вид. То есть, вот фронтальный вид у нас. Для того, чтобы сделать другой вид, мы, допустим, щелкаем вот на этой вкладочке и вызываем, ну, какой. Ну, вот вид справа будет. Это слева, это справа. А для того, чтобы вернуться, опять нажимаем на фронт. Фронтальный вид получаем. А можно при помощи вот этого навигатора. То есть, вот вид сверху сделать там. Вид сбоку сделать. Повернуть его, развернуть как угодно. Для того, чтобы это уже вот у нас получается ортогональный вид. То есть, для того, чтобы вернуться опять в фронтальный, можно даже использовать такие способы. Нажать клавишу F. И мы вернемся в фронтальный вид. Нажать клавишу P перспектива. Мы получим перспективу. А для того, чтобы получить вот такую же трехчетвертную, нажать вот эту клавишу. Домой вернуться. И получаем перспективный точно такой же вид. А не нравится, нажимаем F и возвращаемся опять. То есть, каждое окошко, оно по-своему уникальное. Еще один момент, с которым хотелось бы разобраться. Вот включим полноэкранный вид. Вот это у нас перспективный вид. То есть, перспективные сокращения, все нормально. То есть, переключаемся в пользовательский вид. И мы сразу получаем большое искажение. Вот чем они отличаются? Ортографический от перспективного вида. Ну, можно сказать, только одним единственным отсутствием перспективного сокращения. Если у нас в перспективном виде происходит перспективное сокращение, как в изобразительном искусстве, мы получаем реальную картину. В черчении то же самое присутствует перспективный вид. Это метод архитектора, который строится через преломленную плоскость. Изометрия. Когда мы при помощи линейки в том же самом кубике откладывали одинаковые все расстояния под углом 30 градусов. И получали такой извращенный кубик, можно сказать. Вот этим они и отличаются. Строка состояния. Что конкретно нам в ней пригодится? Ну, это вот то, что мы говорили. Вот в уголочке здесь панелька маленькая. Элементы управления в окнах проекцией. Хотя, в данном случае, ими просто мало кто пользуется. Их заменяют горячие клавиши. Поэтому оно находится в таком неудобном месте. И очень легко заменяется горячими клавишами. Так, дальше шаг сетки. Тоже можно использовать. Вот, допустим, переключимся в вид сверху. Возьмем какую-то геометрическую форму. Включим привязку. В привязке включим вот сетку. Так. И можно в каком-то месте поставить. Даже лучше, наверное, просто взять линию. Так. И привязываться к точкам на сетке. То есть, можно таким образом строить. Единственное, что нужно обращать внимание на конкретно шаг сетки. Он не постоянен. Это не означает, что он будет постоянно вот 10 сантиметров, как здесь вот указано. То есть, он периодически меняется. Это зависит от того, насколько мы наезжаем на сетку. Отъезжаем. Отъезжаем. И у нас сетка увеличивается. И наоборот подъезжаем. То есть, за этим нужно следить. Если строить при помощи привязок к сетке. Ну, это так, чисто к делу. Между делом. Дальше координаты осей. Так, обратно переключимся. Так, это мы все уберем. Вот просто возьмем и построим геометрическую форму. Самую обыкновенную. Это наш бокс-кубик. В произвольном месте построили. Вот он у нас выделен. И видим, что показываются координаты. То есть, координаты именно точки привязки. Опорная точка этой прямоугольной призмы находится именно в этих координатах. По x, y и z нулевая то, что она стоит именно на сетке. Фигура стоит на сетке. Каким образом можно пользоваться? Элементарный способ. Каким образом пользоваться этими координатами? Мы даже просто можем взять вот так вот и куда-то поднять, куда-то его утащить. Вот сейчас в данном случае высота у нас задействована. И вот делаем, что нам нужно ее поставить в начало координат. Просто берем, обнуляем на стрелочках. Правой кнопкой мыши щелкаем. Обнулили x, обнулили y и обнулили z. И вот смотрим на виде сверху, что точно в центр поставили эту прямоугольную призму. Вот это такой элементарный способ, каким образом пользоваться этими осями координат. Можно выравнивать точки по одной оси, по одному направлению, выравнивать линии. Ну, это все уже по ходу дела. И в конце этого урока, который получился у нас немного длинным, мне хотелось бы разобраться с вами с настройками программы. В принципе, программа уже настроена и готова для работы. Но некоторые параметры нужно настроить и некоторые подстроить под себя. Ну, для этого нужно зайти в свиток Customize. И первое, что нужно сделать, это нам настроить единицы измерения, Union Setup. Ну, для начала просто возьмем опять тот же самый бокс и построим его, допустим. Вот раз. И видим, что у нас есть единицы измерения, но нету никаких надписей. То есть это какие-то условные единицы. Ну, нас это не устраивает. Если мы начнем делать какой-то конкретный интерьер по конкретным размерам, то желательно и делать его натуральное величину по определенным размерам. Для этого, что мы заходим в Customize, Union Setup. И вот здесь у нас как раз единицы измерения. Есть тут вот американские единицы, всякие фунты. Наши это метрические. То есть нам нужно поставить галочку здесь вот на метрическом. И открыв свиток, мы видим, то есть от миллиметра до километра. То есть любую единицу можно поставить. Ну, я думаю, что интерьер это более уместно сантиметры. Ну, я ставлю сантиметры. И далее нужно зайти в саму систему. И в системе сделать то же самое сантиметры. Окей и окей. И вот мы видим, что у нас уже появились сантиметры. Это что касается единиц измерения. Ну, дальше что здесь можно еще настроить. Здесь мы уже смотрели трейкбар, убирали. Так, вот еще есть одна вкладочка, при помощи которой можно настроить сам цвет интерфейса и выводимые инструменты. То есть подстроить под конкретную какую-то систему. Здесь вот у нас есть, вот загружено V-Ray. Max V-Ray, вот то, что у меня стоит сейчас. Здесь можно под Mental Raw, под визуализаторы. И здесь конкретно можно изменить цвет. Вот, допустим, вот у меня стоит здесь система V-Ray. Я включу V-Ray. И у нас уже в редакторе материалов сразу появляются V-Ray материалы. В 2009 это вот такая вот обычная серая системка. Ну, давайте попробуем. Даже включим. Вот она включилась. Это обычная, стандартная. В принципе, это то, с чем привык я работать. Так, далее здесь вот можно перейти опять на такую же черную систему, а можно перейти на светлую такую систему. Это уже чисто на ваше усмотрение. А можно действительно менять туда-сюда. Вот при такой системе может быть на черное гораздо лучше видно, более контрастно. Но при такой системе меньше мешает сетка. Хотя сетку ее очень легко отключать. То есть вот мы, допустим, вид сверху у нас, нажимаем клавишу G, и у нас пропадает сетка. Нажимаем опять появляется. То есть если она мешать будет. Ну, на черном фоне она очень здорово мешает. Ну, не знаю, кому как. Так, далее, что еще можно настроить? Так, ну вот здесь, в этой вкладочке настройки, тут полностью здесь можно и менюшки настроить. В каждое меню поменять инструменты. Вплоть до того, что, ну, если вы хорошо знакомы с английским языком, то вы без проблем можете разукрасить его полностью весь интерфейс. То есть здесь вот можно перекрасить все цвета. Полностью окошек и видовых, из всех полностью даже. Цвет линий, цвет выделений и всего остального. Ну, мы тут делать не будем. Так, еще что. Ну, здесь вот вкладочка preference, это настройки программы. Что здесь можно посмотреть? Вот генеральные, то есть здесь вот первое, число возвратов 20, можно поставить, допустим, 50. Только в конце нужно будет обязательно сохранить. Ну, на этой вкладке здесь можно еще поменять размер иконок, но мы этого делать не будем. Так, что еще здесь? Так. Вот эту вкладочку обязательно нужно, галочку поставить, эту вот текстуру, color. это то, чтобы наши текстуры сразу, когда мы будем накладывать их на изделие, мы будем делать их в натуральную величину и текстуры должны ложиться в натуральную величину. Если этой галочки не будет, то придется ее постоянно там подгонять, подстраивать. Так, дальше следующее. Что? Ну, здесь на этой вкладочке, наверное, вот только автобэкап. Ну, что именно делает этот автобэкап? При аварийных ситуациях, когда завис компьютер или свет выключили, после этого можно сразу включить. Вы думаете, что потеряли сцену. А на самом деле у вас сохранилось, вот как, судя по этим настройкам, три копии. То есть можно зайти на диск C, документы, там папка 3D Max. В этой папке можно найти автобэкап папку и там должно быть вот 3 этих файлика автобэкап. И по дате записывания посмотреть, какая последняя копия переписывалась и по ней восстановить полностью сцену. То есть нашу потерянную сцену. Так, Viport здесь, ну, здесь загружено, в данном случае у меня здесь драйвер видеокарты. То есть здесь можно менять драйвер. Так, ну, здесь в основном-то больше ничего. Так, гамма, гамма. Ну, это, наверное, даже может быть и лучше включить ее. Это все для визуализации. В основном больше вироевской визуализации. То есть отображение цвета. Это все как бы потом. Так, рендер. Здесь мы ничего не меняем. Так, анимацию тоже. Так, mental route визуализатор не трогаем. А радиосити, ну, это немножко как бы уже устаревшая система радиосити. Сейчас есть V-Ray, mental route лучше справляется. Так, скрипты нам не надо. Гимза, ну, тоже пока рано. Хотя можно здесь. Ну, наверное, вот с настройками все. Ну, и не забывайте ОК, чтобы сохранить их. ПОДРЯЖЕНИЕ ЛЕГИНОМ select ПОДРЯЖЕНИЕ ЛЕГИНОМ